В Екатеринбурге прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России» в Уральском федеральном округе. Участников конкурса поприветствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, а также по поручению главы региона Евгения Куйвышева, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов. По словам Алексея Орлова, задачи, ориентирующие Россию на экономический и социальный прорыв, которые поставлены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, безусловно требуют современных, инициативных и креативных мыслящих руководителей. Социальные лифты работают. Будьте лучшими. Поверьте, страна вас заметит. На полуфинал в Уральском федеральном округе были приглашены 315 человек, в том числе 113 участников из Свердловской области, 68 из Челябинской, из Тюменской 56, из Канты-Мансийского автономного округа Югры – 48 человек, из Ямала-Ненецкого автономного округа – 24, из Курганской области – 6. На старте конкурса поступило более 21 тысячи заявок от жителей Уральского федерального округа. Всего на конкурс зарегистрировались свыше 227 тысяч человек. В этом году мы уже вошли в топ-10 полуфиналистов этого престижного конкурса. И, конечно же, всероссийский конкурс является важнейшим механизмом современной кадровой политики, которая ориентирована на выявление именно талантливых, стремлённых комбинационных людей, которые способны совершить прорыв. Алексей Орлов отметил, что сейчас в Свердловской области на принципах открытого конкурсного отбора избираются главы муниципалитетов, назначаются ключевые руководители. Таким образом, в регионе формируется команда управленцев, способных эффективно решать задачи, поставленные в новом майском указе президента России и среднеуральской программе «Пятилетка развития» – обеспечивать прорывное развитие региона, рост качества жизни уральцев. Напомним, региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Уральскому федеральному округу прошёл в Екатеринбурге с 18 по 21 января. В первый день конкурсанты повторно прошли компьютерный тест для подтверждения результатов дистанционного задания. По его итогам был сформирован окончательный список полуфиналистов. Оценочное мероприятие полуфинала проводится в течение двух дней. В программу включены мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов. Всероссийский конкурс «Лидеры России» – это социальный лифт для талантливых и современных управленцев. В 2017 году для участия в нём зарегистрировались почти 200 тысяч человек. Заключительный этап конкурса «Управленцев лидеры России» прошёл в феврале в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Участие в финале приняли 300 человек. По итогам конкурсных испытаний победителями были признаны 103 человека, в том числе пятеро жителей Свердловской области. Во время встречи с губернатором Евгением Куйвышевым они договорились вместе развивать институт наставничества, помогать уральской молодёжи в профессиональной ориентации и в поиске жизненного пути. Артёмовским управленцам тоже следовало бы попробовать свои силы в данном конкурсе, а затем использовать этот бесценный опыт на благо родного муниципалитета. Ведь главное не победа, а полученные знания и навыки. Вполне возможно, что для решения имеющихся вопросов не хватает самой малости. Информации, которую можно получить от тех, кто уже сталкивался с конкретной проблемой и успешно с ней справлялся. Субтитры создавал DimaTorzok